Видеосовещание с главами муниципалитетов провел Михаил Игнатьев. Обсуждали эффективное использование земельных участков и подготовку школ к учебному году. 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая сейчас ситуация в республике с обводом жилья. Из 26 муниципальных образований, только 7 муниципальных образований достигнут уровень предыдущего года. Это вот на слайде мы видим. Маргарский район выполнил на 100%, Красноармейский на 103%, Бурнарский 104%, Батаревский 120%, Аликовский на 130%, Янтиковский на 176%. Это вот районы и город Новочебоксарск более чем в 2 раза. В остальных 19 муниципальных образований допущено снижение объемов жилищного строительства. А какими показателями мы вообще завершим? Проваливаем полностью? Надо честно сказать, если мы проваливаемся, то надо сказать, мы проваливаемся. И прежде всего проваливаем по каким-то, по каким-то районам. Строители всегда поднимали вопрос, нет земли, не можем строить. Землю достаточно перевели, я еще раз говорю. В чем проблема? Речь о землях сельхозназначения, которые специально перевели в категорию жилищного строительства, а жилья там так и не появилось. Некоторые компании получили разрешение на строительство еще в 2007 году. Прежде чем продлевать его таковым застройщикам, необходимо провести анализ, обратился Михаил Игнатьев, глава муниципалитетов. Что касается сроков, которые ни при каких обстоятельствах нельзя будет передвинуть, это готовность школ к новому учебному году. Их должны принять до 25 августа. Особое внимание во время приемки необходимо обратить на мероприятие по обеспечению охраны и антиферрористической безопасности, и также на обеспечение пожарной безопасности. При ремонте учебных заведений внимание обратят на туалеты и спортзалы. В столице Чувашия помимо ремонта школу начнут строить два детских сада, школу на Гладково и приступят к реконструкции лица Лебедева. Отчитался глава столичной администрации Алексей Ладыков. Ольга Берычкина, Республика.